Привет всем, кто сейчас смотрит канал Хабар 24. В эфире репост. Интересных новостей в сети сегодня достаточно. И о них расскажу я, Юлия Латыпова. Стартуем с новых подробностей самого громкого скандала этой недели, который принесли нам соцсети. История эта про популярного блогера с инста-аккаунтом Супер Мама Сити. И вот небольшой бэкграунд для тех, кто не в теме. Блогерка собрала под своим большим мамским крылом больше 6 миллионов подписчиков. Преданным поклонникам лидер инстаграмного мнения предложила купить курс личностного роста. Но итоги обучения порадовали не всех, потому что сначала жалобы посыпались в комментариях, потом из виртуальной сети перешли в реальность. Дело дошло до того, что в фейсбуке отметился заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустамов Драхманов. Ну, откуда пожаловались, туда и написал. Выяснилось, что первые заявления от недовольных и обманутых граждан в департамент полиции Алматы стали поступать с 23 июля. Вместе с тем пострадавшие лица развернули в социальных сетях информационную кампанию. Причем масштабы промысла указанного блогера немалых. Полицию обращаются за помощью не только жители Алматы и других регионов Казахстана, но и стран СНГ. Телеграммеры посчитали прибыль и прослезились. Выручка Мамаситы составила почти 800 миллионов тенге. В общей сложности ее услугами воспользовались около 28 тысяч человек. Стоимость одного курса составила 27 900. Телеграм-канал Барымтач подкидывает еще подробностей и пишет, что заявления всех потерпевших будут зарегистрированы. По каждому из них проведут детальную проверку. По каналам департамента государственных доходов установят легитимность занятия такого рода предпринимательской деятельностью и налогообложения соответственно. А затем действием блогера будет дана правовая оценка. В дальнейшем принятие мер в соответствии с законодательством. Комментаторы узнали первые новости от блогера и рассказывают, что в защиту своих интересов она уже наняла адвоката. И подкидывают идею налоговикам. Блогеры-миллионщики с рекламой в соцсетях отличный способ пополнения бюджета. Налогооблагаемая деятельность, между прочим. Ну что ж, похоже, нас еще ждет продолжение этой сериальной инстаграмной эпопеи. Интересный инсайт от телеграм-канала журналиста Казачкова. Кажется, отбор на госслужбу немного упростили. 22 июля в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития объявили конкурс на занятие вакантной должности директора Департамента интеграции и международного сотрудничества. Даже объявления разместили на своем сайте. Дескать, принимаем документы от всех желающих, кто соответствует. С 23 по 27 июля. Однако уже в первый же день, то есть 23, еще до окончания приемов документов, директором департамента назначили бывшего замдиректора. Вот такое быстрое карьерное назначение. Телеграмеры напоминают, конкурс на госслужбе – это не просто формальность. Надо пройти отбор, собеседование у комиссии, даже написать эссе. И вполне возможно, что новый начальник всем требованиям соответствует. Но как быть тогда с протоколом действий? Сетевики отвечают, а может это как раз тот случай, когда специалист очень хорош. Ну и Казахстану ведь нельзя отказываться от принятых в свое время правил назначения. Пересматривать их сейчас, объяснять все отсутствием специалистов – дело, конечно, возможное, но бесперспективное. Не захотели ждать три дня, а дальше что? Будем всех без конкурса и протоколов назначать? Далее новости от Совета Биев. И там пишут, что в Казахстане случился настоящий бэби-бум. Рождаемость в стране выросла сразу на 8%. В первом квартале этого года на свет появилось более 100 тысяч детей. Это больше, чем в прошлые годы. Авторы канала считают, что за цифры стоит поблагодарить карантин. А комментаторы рассказывают, что многодетными семьями в Казахстане уже никого не удивить. Но есть одна ячейка общества, которой это все-таки удалось. Самая многодетная семья в Казахстане живет в Северном Казахстане. И у этих родителей появился 17-й ребенок. Подробности раскрыл инстаграм-канал Кумаш. Семья живет дружно, старшие помогают младшим. Учиты 10 мальчиков и 7 девочек. Инстаграмеры шутят, что многодетным родителям, ударникам, пеленок и подгузников пора бы взять абонемент в роддом. А мы такой семьей восхищаемся. Ну, не каждый родитель на такой подвиг решится. И закончим выпуск развенчиванием информационной истерии вокруг появления дельфинов в водоемах Казахстана. Вот такое видео рассылают казахстанцы по соцсетям. Якобы отдыхающие плавали с дельфинами на казахстанском озере Алаколь. И рады бы поверить, но что-то не дает. Наверное, все-таки школьные знания и критическое мышление. Видео на самом деле было снято в Украине. Случай записали очевидцы на пляже в Одесском районе. Стая взрослых и совсем маленьких дельфинов стала плескаться в воде недалеко от берега. Но в любом случае подобное явление довольно редкое. А в Казахстане еще и невозможное, если кто забыл. В соцсетях есть еще много интересного. Заходите, читайте. Продолжение следует...